Село Хужир Бурунгольского сельского поселения в Акинском районе всего за 9 месяцев полностью преобразилось. Местные жители даже шутят, что теперь живут в новом селе. В школе строится борцовская юрта, в детском саду появилась новая скважина для воды, раньше была привозная. Идет капитальный ремонт сельского дома культуры, Хужирской поселенческой библиотеки, благоустроена достопримечательность храм Гессера. Через реку Улзыта построен мост. Ну, народное строительство было, там помогали все наши техработники, родители, для того, чтобы нашим детям было где заниматься борьбой. Уже в следующем году эта борцовская юрта Бурунгольской средней школы примет своих первых спортсменов. Здесь смогут одновременно тренироваться все 40 учеников, занимающиеся вольной борьбой. Заведующая детским садом Светлана Гармаева показывает рабочий кран. Вода здесь раньше была всегда привозная. Теперь лучше стало, удобнее стало. Не беспокоимся, что вода закончится. Детишкам удобнее будет мыться, умываться, работникам варить, готовить. В местном доме культуры уже в предвкушении открытие нового концертного зала. Капитальный ремонт еще идет. Заодно и сельская библиотека становится как новенькая. Здание 1967 года, постройки, конечно, было старое, такое ветхое здание снаружи. Сейчас обшили и все сделали красивым. И вот осталось сделать потолки и будет все отлично. Эта достопримечательность селехужира Акинского района называется храм Абай-Гесер-Хана. С 1995 года храм Гесера находился в большом запустении. Только в этом году местные жители решились его облагородить. Эта местность имеет для жителей Акинского района сакральное значение. Сюда приезжают тибетские ламы из Непала и Индии. Проводят здесь многочасовые молебны. По легенде, важнейшие события Гесериады проходили именно в этих местах. Красная гора, где было важнейшее сражение Гесера, где пролилась кровь Гесера. И вот мы знаем, что Красная гора, она так и запечатлелась. Это природные памятники. Здесь очень много природных памятников, где были действительно Гесеры. И меч Гесера тоже здесь находится. В селе планируют в ближайшее время решить проблемы с отключением света и мобильной связи. Сейчас мы собираемся тоже с народной стройкой столбы менять. В селе именно заявку уже подали на финансирование. Проблема мобильной связи у нас уже на уровне Республики Бурятия решается. Когда приезжала глава Республики Бурятия, он уже задание дал. При переходе в Дальневосточный федеральный округ для нашего района появились определенные перспективы развития. На сегодняшний день это в части развития социальной инфраструктуры. В 2019 году из социальной субсидии на развитие Дальнего Востока нам было выделено порядка 33 миллионов рублей. В селе Саяной Борцовская юрта уже построена. В школе завершается ремонт пищеблока. Появился ипподром. А в следующем году в селе Орлик начнется строительство первого в Акинском районе современного спортивного стадиона. С одном Иртынеев, Святослав Базека, телекомпания АТВ, Акинский район.